В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Контактная группа согласовала по фамильной списке по обмену пленными. Об этом сообщил второй президент Украины Леонид Кучма. Обмен может состояться уже завтра. Ранее об этом заявил советник замминистра обороны Украины Василий Будик. Предполагается, что он произойдет по формуле 225 пленных боевиков на 150 украинских бойцов. За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий и еще один ранен, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Он отметил, что террористы хаотично проводят провокационные обстрелы на Донецком и Луганском направлениях. Ранее сообщалось, что за сутки террористы обстреляли силы АТО 16 раз. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по населенным пунктам Станицы Луганска, Чернухина, Никишина и окраины Сокольников. Из минометов Марьинка, Славная Майорск, Шумы и Пески дважды за ночь боевики применяли артиллерию в Степном и Шумах. На северо-восточном направлении от Мариуполя 8 раз зафиксированы полеты беспилотников противника. Вместе с тем боевики проводят ротацию своих формирований, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В направлении населенного пункта 3 из Бенка выдвинулись группы противников в составе 4 танков и 6 боевых бронированных машин. Со стороны Азеряновки в расположение террористов в Горловку прибыла колонна снабжения. Это 12 грузовиков и 5 танков. Также отмечено перемещение вооружений и военной техники в районе Бахмутской трассы. В частности, зафиксированы батареи самоходных арт-установок «Гвоздика». В 2015 году в Украине должны пройти три волны мобилизации. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай. По его словам, первая планируется уже с 20 января и продлится 90 дней. Более конкретные сроки мобилизации определит Верховная Рада. Мобилизация будет проходить по всей Украине, кроме территории Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время частично подконтрольны боевикам. Также Владимир Талалай заявил, что в рамках мобилизации будут призываться патриотически настроенные и физически подготовленные граждане. Назвал и тех, кого призывать не будут. Есть ряд категорий граждан, которые не будут подлежать призыву в ходе мобилизации. Это прежде всего лица, которые признаны военно-врачебными комиссиями, непригодными к воинской службе. Также не будут призываться мужчины, на содержании которых есть трое и более детей возрастом до 18 лет. Граждане, которые заняты постоянным уходом, занят трудоспособными родственниками. Также, согласно действующему законодательству, не подлежат призыву студенты, аспиранты, которые обучаются на дневной форме обучения. Путинские так называемые гум-конвои – это вторжение в Украину. Такое мнение выразил глава Московского городского отделения российского Красного Креста Игорь Трунов. По его словам, Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, поставляя такие конвои на территории Донбасса в оккупированной территории. Глава российского отделения Красного Креста разделяет беспокойство международного сообщества и украинских властей относительно этих грузов. В первую очередь, это касается поставок оружия и боеприпасов террористам на восток Украины под видом гуманитарной помощи. Он заявил, что, скорее всего, опасения не безосновательны, и в грузовиках действительно было вооружение для боевиков. Тысячу пряников получили танкисты отдельной механизированной бригады в зоне АТО от учеников одной из школ Днепропетровска, сообщает Пресс-служба Минобороны. Это уже не первая акция, которую организовали дети из этой школы. Начиная с лета, они регулярно проводили благотворительные ярмарки и на вырученные средства покупали необходимые вещи для бойцов АТО. Командир танковой роты отметил, что такие действия значительно повышают моральный дух солдат, поскольку в каждый собственноручно изготовленный талисман школьники вкладывают свое тепло. Реформирование среднего образования в Украине начнется с принятием нового закона. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Полянский. Речь идет о модели обучения с внедрением нового содержания и новых подходов к образованию в целом. Кроме того, Полянский отметил, что уже в марте Минобразование завершит секвестр учебных программ для начальной школы, а вот регистрация на внешнее независимое оценивание начнется уже 5 января. Об этом заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Лекарчук. Процесс уже запущен. 5 января сервис для регистрации будет открыт на сайте Украинского центра оценивания качества образования. В полночь уже первые желающие смогут зарегистрироваться. Миссия МВФ прибудет в Украину в январе следующего года. Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько. Представители миссии посетят Киев для обсуждения объема выделения следующего транша по кредиту. В Минфине утверждают, что сейчас принимаются тяжелые решения. В связи с этим в ведомстве ожидают увидеть политическую волю нашей страны. От решений, принятых Минфином, будут зависеть объемы следующего транша. Напомню, ранее президент Петр Порошенко призвал МВФ увеличить финпомощь для Украины. Представители фонда согласились, что страна нуждается в дополнительных 19 миллиардах долларов. Тем временем президент Казахстана призвал мировых лидеров найти компромисс по украинскому кризису. Нурсултан Назарбаев порекомендовал главам европейских государств лично сесть за стол переговоров. По его мнению, войну необходимо остановить и вернуть нормальную жизнь всех государств как можно быстрее. И напомнил, что на днях совершил рабочий визит в Украину. И, по его словам, корень всех проблем в нестабильности. Он подчеркнул, что люди нуждаются в мире и спокойстве, которого можно добиться только дипломатическим путем. Германия, в свою очередь, предоставит Украине кредит в 500 миллионов евро на восстановление Донбасса, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, такая договоренность была достигнута во время переговоров президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. В январе стороны подготовят заявление о предоставлении кредита. Также Зубко подчеркнул, что эти средства будут направлены на восстановление и модернизацию инфраструктуры в сфере поставок электроэнергии и тепла, а также на водоснабжение и строительство школ и больниц. Всю ответственность за ядерные объекты в оккупированном Крыму Украина предложила возложить на Россию, сообщил глава госинспекции ядерного регулирования Украины Сергей Башко. По его мнению, соответствующие поправки к конвенции о физической защите ядерного материала уже поданы в МАГАТЭ. Он добавил, что Россия пыталась формализовать принадлежность ядерных установок Крыма за собой, однако никто из стран-членов МАГАТЭ такую принадлежность не подтвердил. Кроме того, была приостановлена лицензия Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на право эксплуатации исследовательских реакторов в Крыму. Основанием для решения стало систематическое нарушение университетом законодательства Украины. В правительстве назначили дежурных министров на новогодние праздники, говорится в соответствующем распоряжении Кабмина. График дежурства расписан с 1 по 4, а также с 7 по 11 января. В соответствии с документом, 1 января дежурить будет министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, 2-3 министр информационной политики Юрий Стэть, 4 января министр агрополитики продовольствия Алексей Павленко и 7 января министр молодежи и спорта Игорь Жданов, 8 января министр внутренних дел Арсен Аваков, 9 министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и 10 числа глава МИД Павел Климкин, 11 министр регионального развития строительства ЖКХ Геннадий Зубко. К этому времени это вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи.